Всем очень здравствуйте, это Геонг. Сегодня я хочу рассказывать вам об одном проекте Министерства иностранных дел Республики Кореи. Это олимпиад бизнес-проектов, связанных именно с Россией. Команда, которая займет первое место, будет вручена грамота от министра иностранных дел Республики Кореи. Я думаю, что вам будет интересно послушать. Они очень любят Россию и некоторые даже говорят по-русски. Итак, встречаем первую команду. Ура! Здравствуйте, меня зовут Чинсу Пак. Наменование нашей компании это Грунес. Это от английского языка. Означает, что мировая логистика не останавливается. Вот этот проект выпущен, чтобы все русские и корейцы использовали в нашей платформе, чтобы легко расстановиться. Я живу в России почти 10 лет, а потом работал в логистике. А что вам больше всего понравилось в России, живя в России? Они не боятся никого. О-о-о-о-о! Да, очень понравилось. Очень понравилось? Это Россия, да. Это Россия, да. Мы русские, да. Не знаем все никогда. Нас не догонят. Когда я ушел из компании, я решил, что никогда не возвращаемся туда. В Россию имеете? Нет, имею в виду логистика. А логистика слишком тяжело было, наверное? Да, слишком тяжело. Если вы хотите, сможете попробовать в России достомолзти. Что там? Каждый клиент звонит, кричит. Где груз, где растамушка, где груз вместе? Да, поэтому я так решил возвращаться туда, но, к сожалению, я уже 10 лет работал в логистике, но у меня порядок нету было. А потом сюда возвращался, а еще раз я пришел из таможни, а потом решил, что я программу, я систему создал, чтобы никто расстановился. Наша система называется Hago Petsport System, а потом свободно заказать свой товар из Сеула, Инчона до Москва. Пока у нас это создано только для внутреннего использования, а сейчас, кажется, через месяц или два месяца уже для всех мы будем открыть наши проекты. Здорово! Надеюсь, что у вас будет бизнес, в бизнесе все хорошо и желаю вам всего наилучшего! Хорошо! Спасибо! Спасибо! Итак, ребята, давайте встречаем вторую команду. Представьте, пожалуйста, себе. Всем привет! Меня зовут Цунг Сярин. Наша команда зовут Дочери. Мы четыре студенты, которые учат русский язык в университете. А наш проект называется Лавка Чарыш. Лавка Чарыш? Царыш это я. А-а-а, знаю. Я веду свой Инстаграм и Ютуб канал уже больше года. И наша команда хотела бы создать платформу для русских людей, где русские могут покупать корейские вещи и именно корейскую косметику. Именно корейская косметика. И какие особенности в вашей команде и в вашем бизнесе? Мы все кореянки. Молодые, 20-летние. Мы можем познакомить русских людей с косметикой. Хорошо. И вторая особенность, это мы будем делать сами полезные и интересные видеоконтент. Вы любите корейскую косметику? Кроме меня все интересуют на косметику. А-а-а, кроме вас все. Я буду делать видео. Надо учить ее. А-а-а, любимая корейская косметика косметики? Эниспри. Эниспри, почему? Я с детства использовала Эниспри. Это 90% корейские с детства используются. А как вы думаете, какая команда может претендовать на место победителя? Надеюсь, мы его. Я так и знала, такой ответ будет. Мы надеемся. Спасибо, что вы участвовали в этой программе. И я желаю вам успехов. Спасибо большое. Итак, ребята, давайте встречаем третью команду. Представьте, пожалуйста, о себе и о своем проекте. Привет. Наша команда называется Тройка. Я лидер команды Ким Си-Ян. Это Тройка. Проект Тройка. Это что такое? Одним словом, двухсторонная беспилотная служба доставки СТП. Он поможет оживлению остающего российского рынка C2C, торговая между отдельными лицами. К тому же наши степи включают в себя такие технологии, как AI и IoT, которые могут сыграть большую роль в улучшении российского рынка. Но, честно говоря, было очень сложно придумать что-то новое, чего нет в России. И вдруг мы вспомнили, что наши русские друзья говорили посылка в Катаю очень медленно. Интересно, откуда вы знаете русский язык? Я был в Питере. В Индеринке? Да. Четыре месяца. Четыре месяца? Где вы учились? Герцин. Именно как это? Вы, я тоже-то обучилась на русский язык. У меня никогда. Какой-то где? А вы были в России? Я был в России просто для путешествия, но я был в Казахстане, в Алматы, но только три месяца. Так как очень много претендентов с хорошими идеями бизнеса, не странно будет, если кто-то займет на первое место. Самый мирный ответ, да? Ну ладно. Спасибо, что вы участвовали в этой программе. Желаю вам успеху. Спасибо большое. Спасибо. Все, начинаем. Встречаем четвертую команду. 안녕하세요. 저희는 밥풀떼기 팀의 정유경. 그리고 저는 이한나라고 합니다. 저희가 사업 아이템으로 한식 밀키트를 선정한 이유는 우선 한식이 러시아인들에게서는 뭔가 현지에서 먹기 조금 어렵고, 또 접근성이 약한 그런 면이 있다고 생각했습니다. 가정에서도 만들고 즐겨서 먹을 수 있는 그런 밀키트의 형식으로 한식을 알리고 싶었습니다. 그럼 대표적인 메뉴 몇 개만 여쭤봐도 될까요? 저희 대표적인 메뉴로는 뭐 불고기라든가, 이역고기라든가, 특히 최근에는 참기름이나 이런 게 굉장히 건강에 좋다라고 해서 러시아인들에게 굉장히 붐이 일었던 그런 게 있었대요. 홍보 같은 거는 어떤 식으로 하실 생각이 드세요? 저희 홍보는 일단 온라인 쇼핑몰을 운영하기 때문에 온라인을 중심으로 다양한 SNS 플랫폼을 통해서 할 계획이고요. 그리고 한인 식당과의 협력도 굉장히 중요하다고 생각을 해서 한인 식당을 이용하는 고객들에게도 홍보를 같이 하는 방안을 생각하고 있습니다. 되게 좋은 것 같아요. 이제 사실 한식이 신선한 재료들을 가지고 만든 음식들을 집으로 직접 주문해서 온라인으로 다 이루어지는 거잖아요. 그래서 굉장히 중요한 것 같고, 또 이제 메뉴 선정이 굉장히 중요할 것 같네요. 어떻게 보면은. 그래도 이제 앞으로 많은 성공이 있을 거라고 생각을 합니다. 우다치 감사합니다. 그리고 우리의 방안을 소개했습니다. 그리고 우리의 방안을 소개해드릴게요. lek, 그리고 아노라인이와 제작업에서 원하시죠. 그러니요, 여러분 안녕하세요. 여러분 안녕하세요, 저는 예진. 안녕하세요, 저는 Kyeon. 우리의 방안을 소개하는 건 기술을 업무 할 것입니다. 여러분의 방안을 소개할 수 있는 물기를 제작용하게 먼저 하죠. Но в последнее время из-за глобального потепления в Корее стало вводиться очень мало минтая. Поэтому мы импортируем большинство из России, которое богато этой рыбой. Причина, по которой мы выбрали именно кожу минтая, заключается в том, что она содержит большое количество галлогена, в котором фитивается организмом больше, чем на зимних животных. Кроме этого, увеличение просто интереса к здоровью во всем мире растет. Спрос на продукты из галлогена. Я думаю, это очень экологически хорошо, потому что все равно мы кушаем рыбу, а очищаем эту кожу, да? И вместо того, что мы бросим просто, обрабатываем. Как вы думаете, кто победит? Марина. Конечно, Марина. Каждый день очень стараюсь. О, если вы так старались, тогда будет хорошее результат. Желаю вам удачи, спасибо, что вы участвовали. Поддержите нас, пожалуйста. Спасибо. Меня зовут Ким Ли Хам. 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 Реклама В общем, выиграли В общем, выиграли Спасибо Итак, у нас уже седьмая команда Интересно, какая идея у этой девушки? Здравствуйте, я Лусана И я известная команда Приветю Приветю Это название нашей команды Общественной программы Для русских корейцев И эмигрантов из России Мы хотим создать Общественную программу Благодаря которой Корейскоговорящие Русские смогут получить Корейский язык на онлайн Для более комфортивной Жизни в Корее Почему вы решили изучать Русский язык? Когда я была в школе Меня интересовала география География? Да Благодаря географии я узнала Что Россия Это очень важная Просто странная Русский сложный, да? Да Очень сложный, я понимаю Вы любили в России? Вы знаете Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону Да Южная часть Вам понравилось Россия? Да, очень Что больше всего понравилось? Сначала я думала Русские любят Русские любят Потом я узнала, что они добрые Привет, Ливи Привет, Ливи Меня зовут Ки-Хо Я член из команды Фу Халлин Фу это английское слово Фу Ля И Халлин это Сахалин минус Са Получается так Мы относимся К историческому туризму Мы разбираемся Как проживали корейцы На Сахалине И какое историческое событие Произошло В России бывает много корейцев Почему именно сахалинские корейцы? Это на самом деле Очень печальная история И очень чувствительная Мы решили еще Разбираться Как они проживали И после войны И до войны Вы собираетесь В Южной Корейце И вы вместе полетите На Сахалин Да Но не только историческое Но темы Мы еще не думаем Но Еще замечательно Но Природные Природные достопримечательности Ааа Посмотри что же надо Изучали Надо гулять немножко Да Если только учим Голова болеть будет Голова болеет Корейцы Хочете знать Историю На Сахалине На острове И в России Наше прошедшее время Поэтому Но поддерживайте Спасибо что Вы участвовали В этом проекте Спасибо У нас Погнали Поздравляю Девятая команда У этого мужчины Какой у него проект? Давайте услышим. Представьте себе, пожалуйста, и расскажите о своем проекте. У нас уже нужна москва для одной из различных disposit白и. У нас уже есть ли об этом, и авиック. Вы можете отдал эти миллионы, да? Да, да. Ты об этом в мире можно посмотреть. Мне кажется, что мы все планируем. Да, да. Ты не можешь ее посмотреть. Вы можете видеть. Я объезд будет выглядеть, и это будет luminоза satisfying. И так мы сегодня познакомились с всеми девочек командами. Участниками Олимпиады. А вы, мои подписчики, можете оставить в комментариях свои мнения, отзывы, советы, а также ваши мнения о том, что у кого больше всех шансов стать победителем этой Олимпиады. И самое важное, в Инстаграме скоро будет розыгрыш, а кто отгадает победителя Олимпиады, тому отправят подарок. Поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм и ждите новости. Всем хорошего дня! Пока! Пока!